142 миллиона рублей намерены потратить в этом году на ремонт дворов и проездов к ним. Об этом сообщил на совещании с руководителями органов власти, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Степанов. На эти средства будут отремонтированы 223 двора и 140 проездов. В республике уже отремонтировано 102 двора и 71 проезд. Это почти половина от плана. Работы завершены в Козловском, Урмарском, Шамуршинском, Шамерлинском и Морпосадском районах. В Урнарском, Красноармейском, Маргаушском и Янтиковском объем выполненных работ составляет менее 36% от плана. В столице Чувашии на ремонт потратят 59 миллионов, обновят дороги к 123 домам. За 2011-2012 год в городе произведен ремонт на 344 дворовых территориях и 123 проездов, что составляет около 46%. По итогам текущего года будет отремонтировано не менее чем 483 дворовые территории, что будет составлять около 54%. В Ночбоксарске за последние 10 лет впервые занялись ремонтом дворов. В 2013 году будет отремонтировано на 80% больше квадратных метров, чем в 2012 году. Замечания по ремонту 2012 года на сегодняшний день подрядчикам все устранены. Срок гарантии у нас по условиям торгов 3 года. По словам министра сельского хозяйства Сергея Павлова, на сегодня заготовлено 58 тысяч тонн сена, 163 тысячи тонн сенажа и 24 тысячи тонн силоса. Заготовлено 17 центнеров грубых кормов. В прошлом году в это время было заготовлено лишь 13 центнеров. Ряди районов приступили к уборке, однако из-за засухи потеряли часть урожая. В связи с этими сложившимися неблагоприятными погодными условиями у нас все-таки прогнозируется снижение объемов производства по зерну где-то 70-80 тысяч тонн, по картофелю 100-120 тысяч тонн. И в связи с этим, вот вашим распоряжением, Михаил Алексеевич, 20 июня был введен режим чрезвычайной ситуации в Чувашской республике. По максимуму надо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, весь потенциал. Исходя из этого, надо все те агротехнические работы, которые предусмотрены, надо провести в свое время. И формировать Республиканский продовольственный фонд зерна. Для того, чтобы резерв был как материальном резерве, так и, соответственно, по обеспечению зерно в рожу. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.